Я читаю из книги Ивана Петровича «Плет. Капля росы. Чтение на каждый день». Размышления на книгу пророка Еремея, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь». Упование на Господа – очень привлекательное состояние, потому что с ним связано благословение. Пророк Еремея красочно описывает, каким результатом приводит упование на Господа. Уповающий сравнивается с деревом, посаженным у воды. Ему не страшны зной и засуха, оно всегда приносит плод. Уповать на Господа – значит доверять Его обещаниям и ожидать, что Он спасет, защитит, укрепит, поможет, даст пропитание и одежду. Одним словом, сделает все, что будет необходимо. Это многообещающее положение. Однако сравнительно мало людей уповают на Господа. Может быть, не всякий имеет на это право? Всякий. Господь всех призывает и убеждает уповать на Него. Но решение, уповать или нет, остается за человеком. Упование на Господа связано с некоторыми условиями. Уповать на Господа можно только тогда, когда имеешь добрые цели, занимаешься угодным Ему делом. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Псалом 36, 3 стих. Немыслимо, например, заниматься грабежом и при этом уповать на Господа, что Он сохранит и защитит. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Псалом 36, 5 стих. Уповать на Господа – значит предоставить Ему право управлять нашей жизнью. Значит искать Его водительство, покориться Ему полностью. «Покорись Господу и надейся на Него». Псалом 36, 7 стих. Человек больше расположен к тому, чтобы надеяться на себя. Нет, он не против, чтобы Господь помогал ему. Однако ведущую роль всегда хочет оставить за собой. Господь же разными способами объясняет христианам, что они нуждаются не только в том, чтобы Он помогал им, то тут, то там, но и в том, чтобы всецело довериться Ему. Без Него никто не может справиться со всеми своими проблемами. Упование на людей, даже самых влиятельных в этом мире, ненадежно. Прочитайте Псалом 117, 9 стих. Человек, уповающий на Бога, смотрит на тех, кто может помочь ему в нужде, только как на орудия в руках Бога. Он глубоко верит, что всем управляет Господь. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Псалом 72, 28 стих.